На юг! Беларусь! Дверь! Ну здравствуй, Гомель! Вот он я. Вот я. Сейчас. Красота! Голуби, привет! Всем привет! Это тревел-шоу Велобайки. Я Макс Лызов. Впервые в истории нашего шоу мы отправляемся в путешествие на юг Беларуси. А вы что подумали, в Гомель поедем? Будем путешествовать на все сто. Пора крутить педали. Сегодня мы отправимся в один из самых южных городов Беларуси. Увидим Гомель с высоты птичьего полета. Побываем в самых популярных местах города и прикоснемся к истории. Протяженность сегодняшнего маршрута составит 39 километров. Погнали! Гомель – один из самых древних городов Беларуси. И второй по численности населения. Здесь живет более 500 тысяч человек. Достопримечательности здесь хватает. Костелы, храмы, замки, парки и усадьбы. И вот я прибыл на первую точку нашего маршрута. И это визитная карточка Гомеля. Дворцово-парковый ансамбль румянцевых паскевичей. Кстати, входит в топ самых посещаемых музеев в Беларуси. И вот она, жемчужина Гомеля. Дворцово-парковый ансамбль румянцевых паскевичей. Комплекс просто огромный. И включает в себя, собственно, сам дворец румянцевых паскевичей, парк с лебяжим прудом, собор святых Петра и Павла. Он, кстати, служил планетарем в советское время. Часовню-усыпальницу паскевичей, памятник румянцеву, парк аттракционов, зимний сад и смотровую башню. Вадим, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу задам вопрос. Вадим, скажите, пожалуйста, что должен знать каждый белорус о дворцово-парковом комплексе? О том, что это самый красивый парк в нашей стране. Так, раз. Здесь находятся шесть музейных объектов. И вот это самая его главная достопримечательность. Это дворец семьи румянцевых и паскевичей. Один из лучших музеев нашей страны. Скажите, а где-то я уже это здание видел. Это правда, что надо в стиле рублевой купюре? Да, действительно, именно на белорусских денежках. Изображено множество разных наших музейных объектов, в том числе и этот дворец. Первое, кстати, каменное здание нашего города. Если начинать знакомиться с городом, то лучше всего это начинать с дворцово-парковым ансамблем и его жемчужины с этим дворцом. Тогда давайте знакомиться. Пойдемте. Пойдемте посмотрим, рассказывайте. Вадим, я прогуливался по парку, когда шел к вам навстречу и заметил, что здесь не только дворец на территории есть. А что еще можно будет посмотреть? Кроме дворца здесь находятся еще пять других музейных объектов. Это и собор святых Петра и Павла начала 19 века, возведенный еще графом Николаем Румянциум. А за ним находится часовня-усыпальница. А в самой южной части парка располагается два интересных объекта. Это башня обозрения. Иногда многие думают, что это маяк, но на самом деле это исключительно как часть бывшего комплекса сахарного завода. И рядом с ним здание зимнего сада. Это оранжерея, где были высажены многие растения самим владельцем Федором Паскевичем. Я заметил, что на входе в парк висит знак «Движение на велосипедах запрещено». Можете поподробнее объяснить, почему? Ведь так же хочется сесть на велосипед, катануть мимо дворца. Как я уже сказал, наш парк — это не просто место для отдыха, как, например, многие парки в нашей стране, но это памятник ботанике республиканского значения, и это накладывает определенные обязательства. Дело в том, что здесь реликтовые растения, растения, которые очень мало где ты увидишь. Во-вторых, здесь гуляют наши посетители, бабушки, дети и многое другое. И катание на велосипедах, особенно на большой скорости, оно часто может переводить к таким как бы ДТП, я бы сказал. Дорогой телезритель, обрати, пожалуйста, внимание на то, что если вдруг ты приедешь в Гоме или будешь гулять по парку, оставь велосипед на входе, а оставь самокат на входе. В общем, просто прогуляйся пешком и насладись этой невероятной атмосферой. Самый большой зал нашего дворца, название из-за количества 16 колонн, причем здесь было сделано всем расчетом, чтобы устраивать здесь балы. Предполагался при Петре Румянцеве, первом владельце этого дворца, приезд Екатерины Второй. Но, правда, она так здесь и не побывала. Зато здесь будут во времена уже семьи Паскевич и другие императоры Российской империи. Николай Первый, Трижды Александров Второй, Николай Второй. И сейчас мы здесь, если на первом этаже рассмотрим, находятся бюсты двух генерал-фейдмаршалов. Это Петра Румянцева Задунайского, первого владельца генерала-фейдмаршала и напротив него представителя другой семьи Паскевича, также генерала-фейдмаршала Ивана Федоровича. А на входе я вижу, что вот есть вот такие вот фотографии у вас. Это, я так понимаю, фото с тех времен. Это фотография, сделанная при Паскевиче, вот можно к одной из них подойти, в конце 19 века. То есть мы имеем сейчас возможность заглянуть глазами, посмотреть именно глазами того человека того времени, гостя Паскевича, вот как, например, колонна-зал выглядел. То есть вы видите отсутствие здесь скульптур, наличие как раз-таки ваз, здесь же мы видим люстры. Сегодня у нас, конечно, люстры электрифицированы, дворец полностью. Кстати, при Паскевиче уже дворец тоже будет освещен полностью электричеством. Скажите, пожалуйста, для нашего зрителя топ-3 места, которые обязательно нужно посмотреть или экспозиции в дворце? Вот как такой доходящий музейщик скажу, что все надо, но самая красивая зала — это красная гостиная. — Так, пойдемте посмотрим. — Домовая церковь и на башне дворца — интерьеры аудиент-зала. Это красная гостиная, это помещение, где принимались гости. Позже здесь будет организован так называемый музыкальный салон, и вы сейчас можете наблюдать на стенах как подлинные картины, так и копии, именно висевшие во времена семьи Паскевичей. Но подойдя, например, к небольшой такой мебели, мы можем рассмотреть часть свадебного подарка, преподнесенного на день свадьбы владелица Паскевича, это Федор Иванович, который женился на девушке из рода Воронцовых-Ташковых. Вот эти цветы, они не нарисованы. Если посмотреть, то это вы увидите, что это мозаика, выполненная в технике марки 3. Инкрустация деревом по дереву, но это только верхняя часть комода. К сожалению, очень большие габаритные предметы, которые были подарены на день свадьбы Федора и Ирины, были утрачены в годы революции. И раз вы просили три самых таких топовых залов или места, чтобы посидеть в музее, я приглашаю вас пройти в Дворцовую башню. Это мужская половина дома семьи Паскевичей. Это башня дворца, только его первый этаж. Но еще впереди у нас второй, третий этаж. А что там? Давайте посмотрим. На втором этаже это рабочий кабинет. В принципе, мы можем туда сейчас подняться. С удовольствием. Он отличается от кабинета, в котором вы и интерьеров видели в центральной части дворца, но по экспонатам не менее интересен из всех представленных в нашем музее. Лестница, конечно, это не того времени. Это замененный уже советский вариант. А во времена Паскевича здесь была металлическая винтовая. Но вы ощутите, что такое. Поднимаются по винтовой лестнице. 58, 59, 60. Когда мы пройдем в башню обозрения. Ну и сейчас мы находимся на втором этаже башни. Но когда мы говорим второй этаж, это не надо представлять как нынешний. Потому что здесь очень высокие ярусы. Вы видите здесь потолки порядка шести метров. Высота всей башни так как 32 метра. Восьмиэтажный, семиэтажный жилой дом. И вот здесь был рабочий кабинет генерала фельдмаршала, потом его сына Федора. Обратите внимание на вот этот книжный шкаф. Сам, конечно, шкаф не самих Паскевичей, но здесь присутствует энциклопедия Бургауза и Фрона. Это дореволюционный вариант Википедии. Различные часы карманные, фотоальбом. В общем, то, что определяло и создавало среду во времена семьи Паскевичей. Сейчас мы зайдем в самый красивый зал башни дворца, на мой взгляд. Ну, вы здесь, я думаю, видите интерьеры сами по себе. Бирюза, белый, золото. Восстановленное сусальное золото. Потому что в советское время в дворцовой башне располагалось сначала историко-художественный, потом краеведческий музей. И после этого будут начаты реставрационные работы и создание дворца именно в том виде, в котором мы понимаем, как семьи Румянцевых и Паскевичей. Картина работы все того же Адама Яцковского, архитектора, проектировавшего благоустройство вокруг дворца парка и возведение этой башни. Раньше она украшала 20-тысячную банкноту дворусскую. Но башня дворца присутствует четыре этажа, а на самом деле художник его не видел. Но он, архитектор, знает, что его как раз таки и начали строить. Поэтому это не совсем парк, нарисованный с натуры, сколько как представлено воображений и попытка показать, чтобы потерпеть. Мои хорошие, да, и сейчас очень красиво. Речка Гомиук, вот нынешнее озеро, где плавают лебеди. Вадим, спасибо огромное за экскурсию. Пожалуйста. Низкий поклон. У меня просто еще очень много мест в Гомеле и в области. И я вам хочу сказать, что я уже немного пожалел, что не заложил больше времени, чтобы вообще насладиться всем, посетить все экспозиции. Поэтому, скорее всего... Переезжайте в другое время года. Я сделаю еще одну поездку на велосипеде к вам и посмотрю оставшиеся экспонаты. Отлично. Всего доброго. Всех благ. До свидания. До свидания. Оппа. Ага, нельзя ездить. Не забывайте. Да-да, дорогая, все купил. Целый пакет витаминов. Все, как ты любишь. И малина. И лайм. Да-да. И грибфрут. Дворцово-парковый комплекс обязателен для посещения. Как я уже и говорил, в комплекс входит и башня. Прямо сейчас я к ней и направлюсь. Кстати, обзорная башня – это труба бывшего сахарного завода. Напоминаю вам. Нельзя ездить на велосипеде. Только катать. Или оставляйте на входе. Высота обзорной башни – 40 метров. На самом верху находится смотровая площадка. Казалось бы, 40 метров не так уж и много. Ехать наверх, например, на лифте. Но мне перестает преодолеть это расстояние пешком. А это мои самые злейшие враги – ступеньки. Их 190 штук. Башня сразу как будто бы выросла в два раза. И не могу сказать, что это меня радует. Погнали! Ну что ж, мой традиционный заряд бодрости перед самыми сложными точками маршрута. Балтика ноль. Погнали! Треться лицом к лицу со своими самыми злейшими врагами. Ступеньками. Ух! Ну, ничего, я спортсмен, поэтому погнали! 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 40, 41, 42, 43, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 70. 70. Это даже не половина. Вот. Соберись. Главное – темп. Темп и характер. Вижу свет. Ну, здравствуй, Гомель. Вот он я. Вот я. Сейчас. Две минутки дайте. Гомель, Гомель. Гомелек. Не ради этого я уезжал. Не ради этого, а ради вот этого вида классного. Красота! Кстати, рядом с усадебно-дворцовым комплексом находится набережная. Ее длина около двух с половиной километров. Из плюсов, чтобы попасть на набережную, не нужно идти по ступенькам. Больше, чем прогулки по городу, помогают узнать местность люди, которые живут в этом городе. Грета, привет! Привет, я Грета. Я Гензель. Шутка, шутка. Я Макс. Я путешествую по Белоруссии, собираю классные истории и смотрю красивейшие места. Поэтому скажи мне, пожалуйста, сразу мой первый вопрос. Да. Почему Гомель – это самый лучший город в мире? На твой взгляд. Ну, для меня он не только лучший город в мире, но еще и судьбоносный. Моя мама из Гомеля, она здесь родилась, выросла. А в юности ее увезли в Краснодар, где уже родилась я. И представляешь, какое было у меня удивление, когда я, познакомившись со своим мужем, узнала, что он гомельчанин. Ничего себе! Ну, не из любого города мира, а именно из Гомеля. Но я решила, что это судьба, и вслед за своей судьбой уехала за мужем сюда. И уже 10 лет здесь живу. Получается, Гомель тебя преследует с самого детства. И, кстати, своим любимым делом, визажем, я начала заниматься именно здесь. Даже просто осознание того, что надо заниматься именно этим, пришло именно здесь. Получается, Гомель для тебя не только самый лучший город в мире, но еще и место силы. Я думаю, что да. Нормально было или нет? Да, это было супер. Да, дайте передохнуть, вы видите напряжение. У меня уже воды надо всего. У нас здесь только Балтика 0. Вкусно. Грэд, скажи мне, пожалуйста, такой вопрос. Может быть, ты сможешь описать буквально в трех словах современных гомельчан? Да, конечно. Мне кажется, что в современных гомельчанах есть качества, которые я больше всего ценю у людей. Это доброта, честность и желание помочь. Такое, знаете, небезразличие. Хотя, в принципе, я считаю, что эти качества присущи всем белорусам. Белорусы просто хорошая нация. Уверен, белорусы прекрасные люди и хочу заметить, мы буквально, недавно общаясь с экскурсоводом, он показывал нам парк, дворцовый комплекс и невероятно открытый человек. И на моем маршруте я встречаю, наверное, каждого первого такого человека. Тебе везет? Да. Слушай, я путешествую по Белоруссии на велосипеде, собираю легенды, байки, всякие классные истории. Может, у тебя есть какая-нибудь классная легенда? Ну, легенда о Гомеле, конечно же. Про название. Самую первую легенду я услышала от своего мужа. Ты, может быть, знаешь, что город Гомель древний город? Конечно, очень древний. Ему больше тысячи лет. В те времена, когда люди плавали по рекам, они сообщали тем, кто плыл за ними, что впереди Мель именно такими криками «Го-Мель». И это вот такая у нас очень популярная легенда. Но я считаю, что это вымысел, и именно с названием города это не связано, потому что доподлинно известно, что до 17 века город Гомель назывался Го-Мей. И, скорее всего, что подойдет версия про ручей, который впадал в Сош возле первого поселения гомельчан. Назывался он Гоми-Юк. Вот, мне кажется, что Гоми-Юк, да, больше похож на название Гоми, которое было именно до 17 века. Давайте попить. Давайте попить, пожалуйста. Так, еще раз, ребята. Грета, скажи мне, пожалуйста, может быть, есть у тебя свой личный топ трех мест в Гомеле? Таковых мест у нас много. Так. Ну, во-первых, не в каждом городе есть дворцово-парковый ансамбль. 100%. Грандиознейший парк с многолетними и экзотическими деревьями. Их здесь больше сотни. Венцом ансамбля, конечно же, является дворец в стиле классицизма, который воплотил в себе весь, в художественной своей форме, он воплотил весь дух Екатерининской эпохи. И я считаю, что это жемчужина не только Гомеля, но и всей Беларуси. Ну и, конечно же, излюбленное место гомельчан. Сюда часто приходят гулять с детьми. На самом деле, здесь же рядом еще и детский парк. И мне кажется, после того, как гомельчане и гости Гомеля нагулялись, они спокойно могут провести уже в более спокойной атмосфере время в парке. Да. Класс. Далее, конечно же, центральная площадь, которая по своим размерам не уступает Красной площади. И хочется, конечно же, упомянуть про такую резкость, как Старообрядческий храм. Это свято-илининская церковь, которая расположена в центре Гомеля, недалеко от набережной Солж, в той стороне. Поэтому я туда и показываю. Это памятник белорусского деревянного зодчества в конце 18 века. Интересный очень факт, что даже в советские времена эта церковь оставалась действующей. Здорово. На велосипеде, мне кажется, будет очень удобно было добраться. Конечно, доедешь. Конечно. Супер. Это получается по набережной и прямо вот туда. Да. Но перед тем, как я отправлюсь в путешествие, скажи мне, пожалуйста, я по Белоруссии путешествую уже очень долго. Может быть, ты тоже на велосипеде любишь кататься? Честно признаться, я кататься на велосипеде даже не умею, но частенько катаюсь на велотренажере. Отлично. Тогда, когда будешь в Минске, приезжаешь в Минский велоклуб, тебя научат кататься, расскажут, как пользоваться. И ты сможешь вот от этого прекрасного места ездить в центр очень быстро. Хорошо. А я продолжу свой маршрут. Город, тебе спасибо большое. Прекрасного дня. Полетели. Ааа! Ааа! Памятник первому жителю Гомеля стоит на набережной реки Сож. Памятник часто называют просто лодочник. Рысь рядом с памятником не случайно. Это символ города. Ну, на лодке сейчас далеко не уедешь. Тебе бы машину. А вам могу подсказать, где есть хороший вариант. Записывайте. Атлант М. Новые автомобили или автомобили с пробегом. Ищите на сайте atlantm.by Понял? Голуби, привет! А теперь отправляемся в самый центр Гомеля. Кстати, если вы впервые в каком-либо белорусском городе и хотите попасть в центр, держите совет. Ищите улицу Советскую. И 99% что это окажется самая центральная улица города. В Гомель, например, попадание 100%. Поехали! Советская ждет нас. Здесь находятся здания разных архитектурных стилей. В самом начале улицы, на нулевом километре, сохранились дореволюционные постройки. И еще с тех пор, когда Гомель существовал уездным губернским городком. Советская – одна из главных улиц в Гомеле. Начинается от площади Ленина, а заканчивается в районе поселка Красный Октябрь. Своё название носит с 1919 года. А до этого называлась Пробойная, Шоссейная, Румянцевская. Отели, рестораны, кофейни, магазины. Будьте уверены, на Советской есть всё. Пожалуй, одно из самых знаменитых зданий города Гомеля. Доходный дом находится по адресу Советская, 8. Построено оно в 1894 году. Долгое время находилось в собственности торговца Лейба Маянца. Поэтому многие называют доходный дом домом купца Маянца. На первом этаже этого здания были размещены различные магазины, аптеки, нотариальная контора, слесарная и прочее строение бытового назначения. С противоположной стороны здания был вход на второй этаж, где в те времена размещалось первое городское педагогическое училище. Сегодня здесь почта. Здесь же находится и один из самых необычных инстаграмных X-образных пешеходных переходов. Нужно и мне сделать несколько фото. Инстаграм сам сториз не запостит. Хе-хе-хе-хе! Субтитры сделал DimaTorzok Хальч – небольшая деревня в Гомельской области. Здесь находится усадьба Войнич-Сеножицких, построенная в начале 19 века. Сегодня в усадьбе находится филиал Гомельского областного краеведческого музея. Я на месте! Когда-то усадьба Войнич-Сеножицких была одним из самых тусовочных мест Гомельской области. Последний владелец Зигмуд Войнич-Сеножицкий любил проводить здесь балы и охоту. Хальчанский дворец построен в стиле позднего классицизма и не имеет аналогов среди памятников усадебного зодчества первой половины 19 века на территории Беларуси, Украины и Литвы. Автор проекта неизвестен. Ранее в комплекс усадьбы входили два флигеля, хозяйственные постройки и конюшни. Сейчас сохранились только фрагменты комплекса. Ну что ж, подведем итоги этого велотрипа. Сегодня мы проехали 39 километров и изучили самые интересные места Гомеля. Это тревел-шоу «Велобайки» и я его ведущий Макс Лызов. До встречи на «Ёлодорожках». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова